Ну что, друзья, всем привет! И с вами я, Михаил Шилов, автор проекта макевара.ру. В одном из предыдущих видео, которые были посвящены целой серии по разминке рук перед работой на макеваре, а также по разминке всего тела перед работой на макеваре и на снарядах на тяжелых, таких как тяжелый боксерский мешок, я рассказал, что следующий подкаст я посвящу щелчкам, которые часто возникают при разминке кистей рук. Потому что это частый вопрос, он говорит, у меня раньше руки не щелкали, пальцы не щелкали, вот появились какие-то щелчки или у меня постоянно щелкают пальцы рук. Вредно ли это щелкать ими и вообще что это такое? На самом деле про эту тему вот везде, где только это можно поискать, везде все есть. И на ютубе, и в яндексе можно найти, и было куча передач по телевидению научно-популярных о том, что же это такое, когда в суставах щелчок возникает. На самом деле щелчки щелчкам рознь, одни норма, другие патологии, третьи не норма, но и ничего страшного в этом нет. И сейчас я про это расскажу. Если при разминке рук у вас возникает щелчок, такой вот акустический феномен, когда вы делаете какое-то движение, выходящее за пределы естественного движения пальца, вот, типа двигаете вот так вот, да, руками, у вас щелчков нет, но вы немножко дальше загнули, там, как-то пальцы, и возник щелчок. Это норма. А при том, нет условий, что если щелчок однажды произвели, вот вы щелкнули, и тут же повторить вы его не можете. Это повторно может быть только через 5 минут, через 10, через 25, через час. Все зависит от того, работает ли вы этой частью тела и работает ли она в полных амплитудах, то есть задействован ли сустав в полных амплитудах. Что это такое? Дело в том, что пока у вас сустав в полной нормитуде не задействован, у вас суставные поверхности притягиваются к друг другу, к капсулу сустава и со связками, а также мышцами. Возникает сжатие дополнительных компрессий между суставными поверхностями. В какой-то момент вы даете дополнительные действия для того, чтобы разомкнуть эти суставные поверхности между собой. Возникает там разряжение и образуются пузырьки газа. Как вы открываете бутылку, там же газа нету пузырьков, и вдруг вы... Ну, там повышенное давление. Вы давление понизили тем, что пробку сняли. Здесь тоже понижается давление, потому что вы растягиваете суставные поверхности. Там развиваются пузырьки газа. Эти пузырьки газа лопаются. Да, вот так вот громко может лопаться, прям холоп вот такой вот, или сам щелчок. Это норма. И тут же вы повторяете это, но уже ничего нет. То есть пузырек этот лопнул, или пузырьки эти лопнули, все. Потом в какой-то, значит, вы этот момент не двигаете в полных нормитудах этот сустав, и у вас происходит все то же самое. Если мышцы вокруг сильные, связки толстые, то очень быстро все вернется в то положение, когда снова можно щелкнуть пальцами. Вот. Это ничего страшного в этом нет. Единственное, что злоупотреблять этим не надо. Делайте разминку, щелкнули, а вот так вот сидеть и схрустить руками. Ну, гипермобильность сильную вы не вызовете. Особенно в пальцах она, в принципе, ничего плохого в этом нет. Вот позвоночники, да, гипермобильность, она не нужна. А пальцы только ловче станут, как у музыканта. Будут растянутые, хорошие, все. Никаких проблем. Но злоупотреблять им тоже не надо, тем более многие окружающие не любят, когда вы в присутствии там постоянно хрустят руками. Вот. Второй момент. Когда у вас возникает постоянный щелчок. Вот, например, я сжимаю сильно кисть рук и кисть своей руки, и выхожу за пределы обычной функционики. Когда у меня просто рука сжимается, сжимаю через щелчок сильно. Видите? На каждой движении возникает щелчок. Что это такое? Это патология или норма? В моем случае, ну, это не совсем, значит, норма, потому что когда-то, давным-давно, когда я неправильно тренировался, не занимался, значит, изучением темы профилактики, спортивного травматизма, я все-таки повредил свои руки там однажды, да, и у меня эти щелчки возникают. Потому что сустав чуть-чуть изменен. Ну, в принципе, страшного ничего нет. То есть вся подвижность у меня сохранена, я на гитаре там играю. В общем, нету проблем. Ну, и у нормальных людей может быть незначительная, значит, липсовидная деформация сустава в зависимости от того вида деятельности, который человек в жизни постоянно делает. У детей этого меньше, а вот у взрослых людей, которые постоянно совершают какие-то одни и те же манипуляции, сустав, он приобретает ту форму, которая наиболее оптимальна для данного действия. То есть он может отшить из шаровидного, если он должен быть шаровидным до самого начала, он становится чуть-чуть терапсовидным, возникает эксцентрика некоторая. И когда он в рамках своих амплитуд, которые мы действия делаем, двигается нормально, то ничего не возникает. Но стоит выйти за пределы, возникает вот такой щелчок. Никаких проблем в этом нет. Это не патология. И может быть еще патологический щелчок, который, в принципе, похож на это дело, но он вызывает болезненность. То есть когда вы двигаете пальцами рук, совершаете какое-то действие, и во время щелчка возникает боль. На каждое действие щелчок воспроизводится заново. То есть не то, что щелкнул один раз, и все. Заново. И каждое действие вызывает болезненность. Это говорит о том, что идет дегенеративный процесс сустава или воспалительный процесс сустава, в результате которого он меняет форму. Либо он отечен, это когда воспалительный процесс, либо там уже возникает хондроз. То есть изменение с хряща, то есть может артроз возникать, когда изменяется сам сустав, и неправильно конфигурирует между собой суставные поверхности. Также такие щелчки могут еще возникать, когда окружающий сустав, связки и сухожилия тоже в воспаленном состоянии находятся. Например, при нотонулярном... Ладно, скажем так, не буду тумничать, потому что не все поймут этот сам термин. Когда связки, которые вот так вот окружают сухожилия пальцев, вот есть сухожилия, которые сгибают пальцы. Если бы сухожилие крепилось просто на палец вот сюда, и вы сгибали бы, оно бы натягивалось прямо под кожей, вот как сантитиволока. Для того, чтобы это не происходило, на каждом межфаланговом сосредине есть такой как бы перехват, анулярная самосвязка, которая прижимает сухожилия к косточкам фаланга. Мы сгибаем, и у нас сгибаются... Значит, сухожилие втягивается, прямо соприкасаясь с косточками фаланга, а не под кожей натягиваясь, да, тетивой лука. Вот. Если эти связки воспаляются, то проблема может быть. Или воспаляется сухожилие пальца и, значит, имеет какой-то нарост, как бы получается, или оттечность. И тогда под этой рубашкой, которая... Ну, рубашка, как у тросика, которая там на тормозе велосипеда, например, она становится мала, да, вот эта связка. И это вот утолщение доходит до перехвата этого. И чтобы этот перехват сам не пройти, оно упирается. То есть, вот, предположим, вот это сухожилие, а вот это вот шишечка. Вот этот перехват. Но идет, и вот уперлась, он пройти не может. В какой-то момент, ну, вот так вот все эти... Ну, связку раздвигает, расширяет и выскакивает. И уже двигается дальше. Дальше уже идет легко. Вот этот самый переход может вызывать щелчок и боль. Ну, это вот как дополнительный фактор. Но это уже с суставами не совсем самосвязано. Это связано больше с сухожилиями и самосвязками, чтобы вы это дело понимали. Ну, абсолютно большинство вопросов связано не с этой, сам третьей причиной, когда возникает уже проблема именно болезненности. Тут надо идти просто к врачу и лечить свои воспаленные и измененные суставы, да. И потом уже заниматься всякими, ну, разминками и набивками. Потому что, конечно, если идет активный процесс и суставы виды изменяются, то работа на макеваре и на снарядах вообще противопоказана. А вот если эти первые два варианта, то есть, когда это вообще просто функциональный щелчок, а второй, когда он органический, но, в принципе, физиологический, то никаких проблем с этим нет. Вот я думаю, что ответил на этот частый, очень частый вопрос. Вы сами сможете быстро определить норму у вас или патология. Боли нет, все двигается хорошо, возникает щелчок, нет проблем. Если он вообще исчезает после того, вот опять щелкнул, исчезает, я не могу повторить. Значит, тоже проблем нету, тем более. Не волнуйтесь, занимайтесь. Если же возникает боль при щелчках, идете ко врачу. Все. Вот такой вот алгоритм. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал на YouTube, который посвящен работе на макеваре. Посещайте все мои ресурсы makevara.ru, budushin.ru, budoblog.ru, korrektur.ru, drshilas.com Увидимся. Всем пока. Удачи. Субтитры сделал DimaTorzok